В Нижнем городе трудовой доблести Тагилия, в пригородном районном суде, что на Карла Маркса 3А, под председательством судьи Дмитрия Исаева стартовал уголовный процесс над тройкой неудачливых взрывателей банкомата, вошедших в криминальные аналы Уральских гор, как Три Олега. Ну так, по горячим следам, эту шайку-лейку окрестил руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Он их фамилии не называл, но сейчас в суде выяснилось, что действительно Три Олега. Да мы, собственно, не сомневались. Если кому интересна фамильярность, то будьте любезны. Олег Килиаскаров, Олег Кулдышев и Олег Югов. Двое из них, 44 и 29 лет от роду, жили в Среднеуральске, третий, 44-летний, родом из села Кунашак, что в сопредельной Челябинской области. Все они до совершения злодеяния обитали в Среднеуральске, а трудились на стройке в Стольном Екатеринбурге. Ну, видимо, зарплаты строителей ранее судимым и сидевшим мужчинам не хватало, и они решились на преступление, чреватая еще одной ходкой в зону. Ночью, 27 сентября прошлого года, в двунадесятый православный праздник Креста Воздвижения, они прибыли в поселок Горноуральский, что под Нижним Тагилом, проникли в супермаркет «Магнит» и попытались взорвать банкомат, приписанный к Уральскому банку реконструкции и развития, в недрах которого находился 1 миллион 300 тысяч рублей наликом. Заради подрыва три Олега приволокли с собой красный баллон с пропаном и шлангом и поджиг, состоящий из двужильного провода, спички и изоленты. Ну, в общем, галимая самодеятельность. За выходку, вскрыть, банкомат. Так вот, местный будет, предложил. Отдаленный поселок. Планировали? Что-то приобретали для этого? Нет, для этого ничего не произошло. Ну, все с подружкой связи. Ну, в общем, по концовке самопальная электрогазовая конструкция не сработала. Хотя, как видно по картинке, преступники уже напряглись, попрятались и позатыкали уши. В общем, банкомат остался в целости и сохранности. Дабы не уходить совсем уж порожняком, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, три Олега в недрах магазина «Магнит», взломали кассу и потырили из нее три тысячи рублей. Вот так облом. Шли за лямом, а взяли всего три косаря. Понимая, что сигнализация уже сработала и чоповцы скоро будут на месте, три Олега стремглав покинули магазин, бросив свой криминальный инструментарий и оставив своей физиономии на видеосъемке. Поэтому полицейские быстро вычислили ранее судимых и зашнуровали в Среднеуральске по месту жительства. Ну и, конечно, отправили на постой в СИЗО. Двум Олегам, участвовавшим и во взломе кассы, и в покушении на банкомат, Келя Аскарову и Кулдышеву, вменили в вину две статьи. 158-ю часть 2-ю УК, это групповая кража с незаконным проникновением, в пиковом случае до пяти лет зоны, и 158-ю часть 4-ю через 30-ю УК, это покушение на кражу в особо крупном размере. Это в пиковом случае по десяточке на душу населения. Третьему Олегу, ну, который Югов, вменили только покушение на банкомат. Ну, видимо, в кассу он не лазил. Материалы уголовного дела трех Олегов поступили в пригородный районный суд 30 декабря прошлого года. И вот вчера прошло первое судебное заседание, по факту процесс стартовал. Но тут же был отложен до 21 февраля. На сайте суда причина указана такая. Другие основания для отложения дела. Какие именно, неизвестно. Продолжение следует. Ну, в общем и целом, ждем приговора.